Готовы продолжать прямой эфир. Если вы проснулись, включайте телевизоры погромче. Утро на Енисея с вами. Сегодня 29 декабря. До Нового года осталось два дня. Два дня. И, в общем, сейчас поговорим про подарки, про то, как... Ну, то есть, если вы... А, о, опять к нам пришли гости. Заходите. Сергей Поляков. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Наступающего. Проходите, проходите, Сергей. Ага, все. Нотариус города Красноярск. Как настроение ваше, Сергей? Отлично. Отлично. Чай? Чай вам, давайте. Спасибо. Такое спасибо, я не пью чай. Я пью чай. Вам придется. Если что Наталья для вас подготовила, лучше попробовать. А вы понимаете же, что вы сидите на стороне шубы сейчас? А, да. Мы сразу хотели бы спросить вы. Но я голосую за Оливье. А, все. Супер. Да ничего не справить. Супер. Вопросов к вам, Сергей, вообще нет тогда больше. А не зря мы вас сюда посадили. У нас это разделение, понимаете? Теперь будете любить шубу. Тема у нас сегодня такая хорошая, кстати, мне она интересна. Мне кажется, я даю многим договор дарения. Вот, кстати, тоже о шубах. Их часто дарят. Ну вот тут как. Вот интересный момент. Давайте сразу ситуацию какую-то разыграем. Представим, что я подарил девушке вот... Шубу. Ну давай, может быть, еще шубу автомобиля. Шубу-автомобиль? Ну нет, давай так, не шубу уж возьмем хороший, прямо крупный такой подарок, автомобиль. Автомобиль. Ну, подарил, да, то есть, ну просто купил как бы для тебя, Наташа, вот для тебя автомобиль. А для меня? И в случае какие-то разногласия, если вдруг мы там, не дай бог, расстаемся... Если я не проголосовал за Оливье, то ты сразу забираешь автомобиль. То есть я как бы, ну давай так, если вдруг у нас приходится разводиться, то есть получается автомобиль якобы я подарил, но он делится на две части, по сути же, да? Раз мы в браке его купил, я в браке его купил. Ну, тут нужно помнить о том, как вы его подарили. Если вы просто пришли в автосалон, купили машину на себя, а своей девушке вы вручили ключи, и она на нем ездит, то в случае, конечно же, вашей разлуки автомобиль, скорее всего, вы можете забрать с точки зрения закона. А вот если вы позаботились заранее, сделали все правильно и оформили договор дарения на свою девушку, вот тогда она уже будет безопасна в случае вашего расставания, и автомобиль останется ей. А какие еще категории входят у нас в договор дарения? Какие подарки можем еще прописать? Вообще, с точки зрения закона, подарки могут быть любые. Просто есть, конечно же, ограничения. Некоторым людям нельзя дарить определенные подарки на сумму больше, например, трех тысяч рублей. И нужно помнить о том, что договор дарения – это вообще двухсторонняя сделка. И одаряемый всегда может сказать, что нет, спасибо, мне такой подарок не нужен. Поэтому в случае, если необходимо оформить какой-то дорогостоящий подарок, ну, в частности, машина или, например, объект недвижимого имущества, то, конечно же, стоит позаботиться о юридической стороне данного вопроса, и можно обратиться к нотариусу за консультацией. Слушайте, а если вот речь действительно идет о браке, люди в браке, и вдруг муж говорит, знаешь что, я покупаю автомобиль и дарю его маме. А я говорю, вот так, говорю, как рыба забулькала, и такая, говорю, да как же так, права я или нет? И он. Конечно, вы правы, потому что, когда супруг покупает любое имущество, неважно, то если у вас нет брачного договора между собой, то это имущество является совместной собственностью. И, конечно же, он может его подарить своей маме или кому бы то ни было, но с точки зрения закона он должен попросить вашего согласия как супруги на эту сделку. А это обязательно? Оно обязательно. То есть я представить, типа, да, я согласна, чтобы он подарил... Ну, как минимум, оно подразумевается, но желательно, если, опять же, повторяю, подарок дорогостоящий, и может гипотетически в будущем возникнуть какой-то спор, то лучше это сделать письменно, да, так же, как и договор дарения, и согласие выразить в письменной форме, чтобы в случае чего нельзя было потом сказать, что ты, уважаемый супруг, не получил моего согласия, теперь мы расходимся, я прошу вернуть автомобиль назад. То есть теперь, покупая недвижимость или движимое имущество, ты должна у супруга взять это согласие? В случае недвижимого имущества оно всегда требуется... А, всегда, да. И оно требуется в письменной форме. Более того, нужно помнить, что некоторые сделки, в том числе с недвижимым имуществом и подарению объектов недвижимого имущества, они подлежат обязательному монетариальному удостоверению, в частности, если, например, это доля. А очень часто так называемые парковочные места в домах новых, да, они оформляются в виде доли в праве общей собственности на здание либо помещение, да. И вот такой договор подлежит обязательному монетариальному удостоверению, и в этом случае нужно будет обратиться. А можно ли вот передаривать? Ведь я подарил маме, а мама через какое-то время подарила его мне, чтобы якобы моя вторая половинка, либо супруга, ну, не имела права на этот автомобиль, по сути. Ловко. Мне кажется, это так люди делают многие, да. Но это можно, но на самом деле не надо так делать, потому что отношения между супругами все-таки должны регулироваться другим правовым инструментом, в частности, брачным договором. Да, и если что-то даже вы приобрели до брака или в период брака, ну, вы хотели бы, например, чтобы это имущество принадлежало кому-то из супругов, то вы можете сделать брачный договор и определить, да, что вот этот автомобиль это именно супруга, и только он имеет на него права. Это будет юридически грамотно и правильно. Все понятно. Сергей Поляков в нашей студии, нотариус города Красноярск. Сергей, огромное большое вам спасибо. Спасибо. Приятно с вами всегда увидеться, тем более под занавес с этого года, пообщаться. Мы, Наталья, сейчас проводим на новости, а с вами останемся и немножечко споем чуть-чуть, да. Все-таки никто не видел, чтобы Сергей Поляков пел в прямом эфире. То есть вот как бы... Ну, давайте попробуем. Да, попробуем. То есть в прямом смысле споем? Да, да, да. Или вот немного? Нет, прям почему? Чуть-чуть споем. 50 на 50, тем более надо петь. Пока 50 на 50. Наталья, вы проходите туда. Пожалуйста, проходите. А мы с Сергеем сейчас сбацаем что-нибудь. Ну, каков, а? И вы, говорит, проходите. Вы серьезно? Да, 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 мы споем. Если что не так, вы кричите, я вернусь. Да мы чуть-чуть, мы чуть-чуть споем. Все. Валера. Наталья, спасибо. Дина, новости готовься. Я к Сергею пересяду. Сергей согласился, вот реально согласился. Я не знаю, как я его уговорил. Ну, хотя бы чуть-чуть исполнить фрагмент всем известной песни нашего детства, да? Нашего детства. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратного. Что ты не мой лапушок, а я не твой. Но я Андрейка. 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 Что у любви у нашей села батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой. Батарейка.